Привет, друзья, с вами Хернекс, и сегодня мы посмотрим на игрушку под названием Offworld Trading Company. Данную игрушку я хотел поиграть еще очень-очень-очень давно. Сама игрушка, естественно, не новая, она от 16-го года, по-моему, выпуска, но она до сих пор обновляется, у нее есть ряд DLC-шек, и сегодня мы на нее посмотрим. Это, естественно, стратегия, очень заточенная на торговле и экономике, поэтому давайте же посмотрим. Одиночная игра нас интересует компания Марса. Предыстория такова. Огромное количество компаний, мир, точнее, Земля освоила Марс, и большинство компаний решили максимально подзаработать на ресурсах, которые на этой планетке есть. Так, у нас есть выбор, за кого начать проходить миссии, как я понимаю. Так, Мэйси Сонг. Для настойчивых и амбициозных путешествий на Марс часто становится возможностью, которую они ждали всю жизнь. Где еще можно оставать собственную торговую компанию и стремительно разбогатеть? Единственное препятствие на пути к успеху — долги, и добраться до Марса стоит немалых денег. Так, стартовые бонусы. Одна заявка. Хорошо. Первый бонус этого типа открывает солнечную батарею, 50% скорости, далее плюс 50%. Окей. Первый бонус этого типа открывает водяной носос. Я думаю, что нам проще сразу приступить. У нас есть роботы, корпораты, добытчики и ученые. Как вариант выбора. Я думаю, что мы выберем пока что корпоратов, а там посмотрим уже как пойдет. Хотя, стоп. У нас есть настройки игры. Управление скоростью я оставлю, оно, конечно же, упрощает ход игры. Но управление скоростью дает возможность ускорить игру в первую очередь, а уже потом, там, делать паузы и так дальше. Так, каждый день для создания карты будет использоваться новое зерно. Да. Случайные цены на ресурсы в начале игры. Давайте. Это будет очень забавно, потому что у нас может не быть тех ресурсов, которые стоят дорого и так далее. Так, карта местности будет полностью открыта в начале игры. Это нет. Это будет слишком легко. Так, вызывает длительные задержки в конце против игроков в задании. Все остальное меня устраивает. Поехали. Так, что у нас значит неделя? Текущая сложность. Сотрудник, менеджер. Ну, это что-то среднее, да? Это что-то среднее, окей. Так, длина кампании в неделях 4. Количество корпораций 6. Стартовый капитал 1 лям. Стартовый доход 300 тысяч. Количество раундов в стадии роста 1. Лучшая победа нет пока что. Давайте глянем. Так, добро пожаловать в вашу первую кампанию. По ходу кампании вам предстоит соревноваться в освоении марсианских территорий с другими директорами. Вам придется вести дела в окрестностях новых поселений. Правила условия победы будут динамически изменяться. Поскольку это ваша первая игра, вы хотели бы обратить внимание на ряд особенных важностей. Так, каждый раунд у вас будет несколько возможностей расширить предприятие. Это ответственный выбор, поскольку на каждой территории действуют свои правила. А победа приносит особые бонусы. Как видите, на этом экране вам доступно множество информации. Внимательно изучите возможные варианты. Так, что у нас есть? Расширить корпорацию и выберите участок для строительства. Плато Синай, плато Солис. Так, плато Синай. Товары черного рынка, это окей. Противники. Илана Камат и Сэм Морено. Размер следующей субсидии. Спонсор колонии США, плюс одна заявка по достижению штабом пятого уровня. Звучит так себе. Но ок. Так, здесь у нас что? Уровень ресурсов редкий. Здесь средний. Ландшафт широта экватор, окей. Широта юг. Угу. Тут три врага у нас будет. Паула Рубини, Рейни 6, Джоди 5. Причем Рейни 6, Джоди 5. Это, по-моему, оба роботы будут. Спонсор, конечно же, Китай. Плюс одна акция в начале. Так, хорошо. Что у нас здесь? Можем ли мы здесь что-то выбрать? Правительность субсидия США. Угу. Деньги 1000, долг 0, прибыль 300к в неделю. Пока меня все устраивает, слушайте. Пока меня все устраивает. Цена акции у нас у всех идентичная. Открытие экспансивный штаб. Солнечные батареи. Водяные насосы. Так, хорошо. Найм сотрудников. По ходу компании вам придется тратить время и деньги, чтобы повысить эффективность строений. Изначально они будут работать вдвое медленнее, чем в обычных играх. Поэтому такие улучшения жизненно необходимы. Кроме того, некоторые здания будут первое время вам недоступны. Рядом со своим именем вы увидите список строений и доступных директорских бонусов. Числа возле строений – это количество работников, необходимое для их нормального функционирования. Ого. Так, производительность предприятий всегда можно повысить, наняв инженеров. Вы можете заключить контракт на одну неделю или нанять такого сотрудника на постоянной основе. Продвинутые предприятия также нуждаются в инженерах. Но вместо повышения производительности они открывают новые возможности. Благодаря этому вы сможете возводить еще более сложные строения. Наконец, вы можете вкладывать деньги в найм специалистов и различные улучшения, которые также способны привести немалую пользу. Так, смотрим. Найм сотрудников. Рассмотреть этот бонус. Что мы сейчас имеем? Сейчас у нас вообще этого здания, как я понимаю, нет. Нанять стоит 350к. Получить контракт стоит 100к. Только в течение одной недели. У нас всего длится три недели, если я не ошибаюсь. Так какой смысл? А хотя, смысл есть. На самом деле, смысл есть. Так, хорошо. Энергия это очень важная штука. Сталилитейный завод. Геотермальная сколько стоит? Геотермальная стоит 700. При этом дают всего лишь 1 единицу энергии при добыче. Че-то это прям плохо. Это прям плохо. Нам предлагают сразу же основать компанию. Окей. Окей. Сейчас проверим. Давайте начнем с самого простого. У нас есть два оператора ветряной трубины, которые выведут ее в максимум. То есть в 1.04. Давайте попробуем просто контрактным путем взять два сразу. А, это мы в 0.52 вышли. А если еще один контракт, то будет один. А в чем смысл тогда их? Не суть. Оставляем как есть. Так, найм сотрудников. Или мы должны все деньги прям вложить. Из возможных, которые у нас есть. Интересный вопрос. Так, хорошо. Рудные шахты давайте тогда вкинем. Эта рудная шахта не та, которая меня интересует. Стекольный завод нам обязательно нужен. Инженер стали литейки. Стали литейки я даже куплю, наверное. Апгрейды здесь. И на специальное улучшение. Дешевая оптимизация. Плюс 50. Плюс 100. Это все не то. Первый бонус этого типа открывает патентное бюро. Добавляет одно патентное бюро. Не то, чтобы гореть. Пока пойдем почти с голой жопой, я думаю. Электролиз. Геотермалку, конечно же, хотелось бы, но... Никто гарантии не дает. Давайте, короче, всего по чуть-чуть хоботнем. Осталось 50к. Все, основать компанию. Мы решили, в каком регионе хотите закрепиться и наняли необходимых сотрудников. Вас наверняка ждет успех. Теперь вам следует ознакомиться с планами ваших конкурентов, убедиться, что вы сможете дать им отпор. На этом этапе вы еще можете изменить любое из предприятий решение, если захотите. Так, что у нас выбрано? У нас первые добывающие. Улучшенных зданий у нас нет. Наши бонусы, дополнительная заявка и позволяют строить экспансивный штаб. Что это норма, по идее. Но за грейджины мы почти одинаково. Только у меня упорно-рудные шахты. Ну и плюс у меня энергия будет, скорее всего. Поехали. Так, это шанс, которого вы ждали. Теперь вам... Перед вами лежит карта, в центре которой находится недавно основанная колония Плато Синай. Вы должны провести сканирование, чтобы обнаружить залежи полезных ресурсов, возвести штаб компании и наладить производство. Прежде чем начать, вам следует ознакомиться с рядом условиями. Во-первых, у вас есть всего неделя на то, чтобы организовать работу вашего предприятия и заработать деньги. Иначе говоря, это всего 7 дней. Это мало на самом деле. Если вам уже доводилось вести дела на орбите, вы знаете, как одержать победу, приобретая компании и конкурентов. До последней недели компании вы сможете только вкладывать деньги в колонию, оплачивая строительство модулей, которые обеспечивают приток населения и создают новые рабочие места. Корпорация, которая платит наибольшее количество модулей для колонии, получит в итоге наибольшую выгоду. Администрация колонии Плато Синай поощрит лучшего инвестора, предоставив ему бонус груз топлива. Кроме того, компании будут получать еженедельные дивиденды в соответствии с размером своей доли и размером колонии. Так, окей. Допустим, то есть мы сейчас можем обследовать ресурсы с Синай платою. Так, купить жилой модуль. Один жилой модуль обходится нам в сотню алюминия. Ага. Мы можем купить пятерик. Против нас Илана Комат и Сэм Рена, естественно. Пока что наши акции почему-то дороже на один цент, но тем не менее. Так, купил лабораторный модуль колонии. Плюс один рабочий модуль. То есть мы гонимся, по сути, в первую очередь за выкупом вражеских компаний и за покупкой модулей, которые нужны данному комплексу, а именно плато Синай. Хорошо, меня все устраивает. По ресурсам. Нам, естественно, для развития нужно будет свои ресурсы. А вот, пожалуйста, и цены, которые нам выбили. Дорогущая еда, средние цены алюминия и очень дорогие электросхемы. Так, дофига воды. Мы можем, по идее, выйти как раз в воду и еду, и тем самым их перебить, но мы же зачем-то брали с вами рудные заводы, правильно? Поэтому давайте об этом не забывать. Сколько здесь воды, вы что издеваетесь? Так, алюминий нам точно нужен, но еще нужна руда железная. В любом случае нужна железная рудишка. Так, кремний, это, конечно, супер. Ребятки, де железо. Тут нема, тут вода. Там у нас углерод. Еще немножечко углерода. Нам это отнюдь не помогает. Так, еще никто не выставил свои базы, это хорошо. У нас есть шанс быть первыми. О, геотермальный источник. Это будет успешно. Это тоже хорошо, но недостаточно. Да сколько здесь воды? Куда столько, ребята, вы что? Вы что? Демоны. Судя по тому, какая цена на железо... Так, первые уже поставили базу. Вторые поставили базу. А я все еще в поисках железа. Ну, будем тогда всаживаться в алюминий, получается. У нас другого варианта нет. Где у нас точечка? Вот здесь, мне кажется, идеальная точка. Потому что здесь алюминий близко. Хоть он и на горе. Стоп, у нас где-то был алюминий снизу. Вот. Алюминий снизу есть, вода под боком есть. Рудные наши шахты пойдут как раз на алюминий. Проблема, правда, в том, что все остальное достаточно далеко получается. На это вроде не критично. Ладно, поехали, не будем мять титю. Здесь мы сможем запихаться по полной. Даже вот так, наверное, сделаем, чтобы ускорить... Нет, вот так можем сделать. Во! Ставим сюда раз. Ставим поузевич. Что значит секунды? Что значит секунды? Ресурс куда-то денется или что? Вы что меня пугаете? Так, хорошо. Что у нас по зданиям? Естественно, нас интересуют добывающие руды. У нас есть их три. Почему-то всего лишь. Это лучше, чем ничего. Так, мы можем поставить здесь, не затрачивая энергию, по сути, начать добывать ресурсы. В нашем случае... Алюмчик. Алюмчик пошел. Дальше. По производству. Нас основные ресурсы нужны. Это сталь, стекло и алюминий. Вот беда со сталью. Я так и не понял, где железо. Аааа, вот где все железо. Ну, это будет дороговато, сразу скажу. Но мы должны сюда поставить добычу. Это 0,6 энергии за раз. Это будет очень и очень дорого. Ну и железо будет очень долго идти. Но это не столь важно. Так, добавляем нам, собственно, наверное, две стали литейки. Сталь будем сразу же перегонять. Без каких-либо вопросов. И уже со следующего уровня, я думаю, мы пойдем в стекло. Стекло, до этого нам нужен кислород, энергия кремний. А у меня закрыто же это, да, требуется оператор, у меня нет оператора. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, фиг с ним. Начнем отстраивать здесь, потом добавим. Небольшой запасик энергии, чтобы мы не разорились на старте. Ускоряем процесс. Что там наши товарищи делают? Наши товарищи уже погнали добывать углерод. Вовсю. Между прочим. Так, первыми выводят ряд зданий. Это ваши дела. Мы, если что, железо можем закупать. Оно не сильно дорогое на данном этапе, но тем не менее. Так, сталь мы продавать точно не будем. Нам нужно максимально быстро заполучить 80 стали, чтобы перейти на следующий уровень. Оно не было. Оно не было. Ну, во-во. Ребятки там уже перебегают на следующий уровень, а мы тут... Титю в нем. Так, продадим чуть-чуть. Перебегаем. Следующий уровень есть. У нас еще шесть построек. А что так много? Не, я, конечно, рад. Но... Странненько. Ладно, пусть остается. По энергии мы все равно остаемся с вами в минусе. По воде мы можем воду добыть прямо у нас перед носом. Что, естественно, замечательно. Дальше мы ставим с вами электролиз, который даст нам из воды и энергии кислород и топливо. Топливо нужно для как раз-таки работы кораблей. Поэтому это, мягко говоря, в наших интересах. Поставим здесь, потом будем ответвление делать. Так, далее. Это мы получили. По железу мы поставки будем ждать. Они в любом случае придут. Это не критично. Нам нужен был еще кремний. И, 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 и. Кремний у нас тоже далековато, поэтому надо будет за энергию платить хорошенько. Так, по энергии у нас еще есть солнечные батареи. У нас есть вариант просто скомбанить ветротурбины. Либо же поставить солнечные батареи. Лучше, наверное, скомбанить турбины. Но на турбины нужно углерод. Нужен углерод. Он пока что дешевый. Относительно. Можем его затарить по чуть-чуть. Так, эксплуатацию водяной насос у нас первый пошел. Very good. Very good, very good. Так, продай чутка. Супер. Ставим еще одну энергию. Каждая теперь будет производить 1.26. Соответственно, мы выйдем с минуса. Временно хотя бы. Хотя бы временно из этого минуса вынырнем. Так, сталь пошла в плюс. Теперь нам нужно еще стекло произвести. Стекло у нас все для него по идее есть. Энергия, кислород и кремний имеется. Тут его нет смысла ставить, поэтому вставляем рядышком с базой, чтобы далеко его не возить. Сейчас, если у нас здесь заводы, сюда ставим, будем продлевать туда. Так. Марсотрясение. Повышает все местные цены на рынке. Это очень хридово. Сейчас, немножко продадим. Как там наши товарищи? Они в глубоких долгах. В глубоких долгах, но это не наша проблема. Это их проблема. Так, железо по чуть-чуть сейчас доставлять будем, все нормально. Но нам его все равно, кстати, не хватает. На две столи-летенечки нам его не хватает. У нас осталось еще одно место под освоением. Алюминий мы загробастали, стекло сейчас открафтят, но стекло крафтят тоже долго. Мы либо сейчас увеличиваем число получаемого стекла. Давайте, наверное, так и поступим. Добываемое стекло увеличим, потому что оно сейчас нормально стоит. Еще какое-то время будет нормально стоить. Фига себе, здрасте. Так, нам предлагают на аукционе заполучить еще одно место. На покупку, а именно заявочку. Место это стоит уже 4. Сейчас подниматься будет цена. Я думаю, что я это место уступлю. Мы сейчас не в том положении, чтобы еживаться. И, собственно, принимать местечко. Давайте. Главное, чтобы они максимум у себя бабла выжили. У них у обоих толком денег нет, и они еще и в кредитах. Больше, чем у меня. У них кредиты по 22, 15 тысяч. То есть мне вообще по бубну. Пусть берут сколько хотят. Так, пока что пусть забирают. Мы продолжаем работать. Неуклонно. Дешевеет сталь почему-то, что очень плохо. И дешевеет железо. А это хорошо. Потому что железо мы часть покупаем. Стали литейки обе... Ой, точнее, стекла эти запущены. Приближается пыльная буря. Грейдимся. Грейдимся до третьего уровня. Имеем еще 4 позиции. Нам точно нужна еда. Потому что по еде мы просаживаемся, а наши люди любят пожрать. А еда, как вы видите, сейчас очень-очень дорогая. Поэтому этого добра хотелось бы избежать. Так, там у нас коннект раз. Шахты, я думаю, больше ставить не будем. Ставим раз, ставим два. Производство еды будет больше, чем в два раза превышать наше нынешнее потребление. Поэтому мы сможем перекрыть все вопросы. Так, следующий апгрейд все еще требует стекло, но не требует... схем. Но как только потребует... Жопа у нас будет в мыле... Не то слово. Я вот задумаюсь над тем, чтобы свой углерод поставить. Потому что углерод никто даже не продает. Это же жопа? Где-то он тут рядышком был. Вот углерод есть. Но его здесь мало. Так, здесь совсем рядом есть еще один. Все позиции углерода, к сожалению, на этой карте бедные. Но выпала такая, собственно, звездочка. Что поделать? Будем добывать хотя бы чуть-чуть. Они там уже друг другу юзают всякие подколочки неприятные. Так, углерод начали добывать вручную. Замычательно. Так, бабла нет, надо что-то втюхать. Еще-нибудь по чуть-чуть втюхиваем. Стекло не втюхиваем, чтобы наши товарищи продолжали закупать ресурс. Там, где его не хватает. Так, красавчик. Грейдимся. Добавляем еще электролиз. Без него никуда. Это мы перекроем. Еда. Автоотключение из-за того, что она будет уходить в минус. Я правильно понял? Не использовать автоматическое отключение. Работайте в любом случае. Я понимаю, что по вашим расчетам мы уходим в минус, по моим расчетам мы уходим в плюс. Так что, имейте совесть. Включить. Включить. Работаем. Добыча еды пошла. Мы все равно уходим в минус по воде, но за воду мы платим меньше, чем мы платим за еду. Хоть мы и получаем в два раза. Все равно меньше платим. Это хорошо. От долгов мы уже избавились с вами. Мы теперь имеем довольно приличный доход по энергии. Как вы видите, 168 баксов. Это очень хороший доходик. Я бы даже сказал восхитительный. Так, нам здесь специалист патентного бюро... А, мы же не открывали ни одного спеца. Точно. Точно, точно, точно. Так, здесь у нас все есть. Углерод, кремния это все у нас присутствует. Углерода маловато, конечно, но... Что поделать? Ставим производство этих деталей. Ой-ой-ой, какое оно у нас плохое. Какое плохое производство. Либо проще нам их выкупить, слушайте. Стали здесь 300 надо. Сталь пока не продаем. Топливо сейчас пойдет. Топливо точно продадим. Давайте еще добычку воды фиганем. Здесь ты сколько? 1,58. У тебя тоже будет бонус. Будет 2. 2,58. Здесь 2,1. Ну, тут изи вин, скорее всего. Ставим еще одну водичку. Чисто, чтобы нам как минимум чуть-чуточку хватало. Так, позволяю вторично использовать ресурс. Это патент на технологию. Нас эта технология не интересует. Поэтому передаем ее нашим товарищам. Если их так можно назвать. Все еще продолжает дорожать топливо. Поэтому я в этом заинтересован как никогда. Мы можем сейчас по идее все потратить, что у нас есть, на производство еды. И едой барыжить до посидения. У нас роботов нет, только роботы у нас еду не едят. Так, если мы вставим сюда, дадим бонус 75 всем. Давай. И здесь бонус по еде. Торгуйте, торгуйте. 20 тысяч уже предлагают. Пацаны, вы че? У вас долги по 50к. Какой 20 тысяч вам? С ума посходили? КОНКРАТУЛЯЩИНСЯ! Так, общая стоимость 8к. Мы можем что-то продать. Пока мы не загорелись до конца, лучше вообще ничего не продавать, на самом деле. Дополнительные рабочие модули. Сейчас какой? Уже третий день. Ее парасетель. Что ж так быстро? Так, вода добывается в нормальном количестве, еды не хватает. Все, еды хватает. Сейчас еда пойдет в плюс, можем ее в принципе продавать. Грейдимся до пятого левела уже. Это серьезно, это прям очень серьезно. Так, здесь нам что нужно? Алюминий, электросхемы, стекло, сталь. Алюминий, электросхемы, стекло, сталь. Ну давайте начнем производство схем, ну бляха я вам говорю. Мы на них, мягко говоря, ничего не заработаем. Наверное. Ну пусть построят, пусть построят, если так сильно хотят. Так, у нас здесь стоит одна добывающая, можем сейчас конкретно так увеличить поступление. Оплачивать жилой модуль колонии. Ах ты, мразь, где ты бабки взял? Я тебя найду. Найду порежу. Так, нам не хватает еще добываемого железа. Хотя на стали мы не заработаем. Мы точно можем еще заработать на топливе. Но точно не на стали. Так, давайте тоже приобретем жилой модуль. Нам будут за это благодарны. Третий день, прошу заметить, а мы только-только поставили завод электросхемы. Это плохо. Так, продаем 18 камп, гасим долг. Пусть наши акции растут дальше. По еде плюс пошел. Продаем еду. Берем еще два жилых модуля. Так, оплачивает складскую модуль. Ах ты ж, мразь. Ах ты ж, мразь. Ладно, мы сейчас заработаем. Все нормально. Мыслящие машины. О, кстати, у нас же появились эти. Черный рыночек заработал. Мы можем юзнуть кровавых пиратов, которые будут воровать определенный ряд ресурсов у наших врагов. И знаете что? Я в этом заинтересован. Телепортации ж ни у кого вроде бы нет пока. Так, это у нас оранжевая, где этот товарищ? О, друг. Так, у него здесь и переработка стоит, и патентное бюро почему-то здесь. Давайте две тысячи вкинем. И будем отворовать его ресурсики. Вся проблема, правда, в том, что они заберут, по-моему, около ста единиц только ресурса и перестанут этим заниматься. Вот, летит корабль транспортный. Ну, пеу! 20 еды стырили. А еда сейчас на везу, вот если что. Кстати, о продаже еды. Так, давайте возьмем... Складские модули. Три штуки. Давай один складской модуль. У нас наш счет личный есть или нет? Потому что мне показывают, по-моему, общий. Размер колонии 10, максимальный 24. Живые модули 10, рабочие модули 10, складские 4. Так, это очень хорошая вещь, на самом деле. Но я не уверен, что нам она нужна в остаточные 3 дня. Приносит 25% от выплат по чужим задолженностям раз в день. Вот в чем проблема. То есть у них задолженность сейчас по 100к. То есть я, условно, с них бы мог рубить 50к в день. Ну, давайте попробуем, попробуем. Сейчас посмотрим. Они все равно должны будут отвоевывать это. Нет, не хотите? Тогда я заберу. Э, отдай, говорю. Собакин сутулый. Настойчивый. Сейчас нас, кстати, в минус загонят. Так, наше добро есть. По идее, на нем мы должны окупиться минимум раза три. Если все будет хорошо. Пятый, шестой. Ну, два раза точно мы окупимся. Так, с этим разобрались. По энергии. Давайте выставим еще один вентилятор. О, бляха. Тут вопрос, кстати. Тут 1,26. 1,58. Не, все-таки тут лучше. Ставьте еще одну энергию. Нам нужно ее продавать. Еду продаем. Топливо продаем. Автоматическую продажу можем включить. И не мучиться. Так, автоматическая продажа здесь. Автоматическая продажа здесь. По еде то же самое. Сталь можем начинать втюхивать. Продаем стекло туда же. Схемы нам лично не нужны. Но вот здесь они нужны будут. Так, закрываем долги. Так, патентное бюро. Энергетическое хранилище. Получил товарищ. Так, активненько все продаем. У нас долг образуется из-за чего? Из-за энергии. Все, энергия нормальная. И из-за железа. Ну, из-за железа там долги смешные. Так, закупаем, собственно, вот это добро. Это у нас лабораторный модуль. Приобрели. Максимальный 24. Так, мы уже перевалили за 24 или нет. Ожидаемый будущий доход плюс 80 тысяч в неделю. Работаем усердней. Так, берем еще жилой модуль. Так, водичку тоже продаем. Еще один жилой модуль. Я их вытесню нахер, к чертям собач. Даже это по дешевке втюхиваем. Дешевле теперь взять офис. Дешевле теперь взять офис. Сколько у нас расчет уже? Столько. Офис берем пиратов, кому накинули? Лол. Тут помимо моих пиратов еще один пиратель стоит. Так, что у нас есть? Старый добрый мул принесет 200 единиц ресурсов с любого участка на карте. Какой ресурс нам может сейчас пригодиться? С ним есть вопросики. С ним есть вопросики, потому что у нас нигде нет такого жесткого прям потребления ресурса, помимо стали и литейки. Но само железо стоит почти ничего. Поэтому я не вижу смысла его удерживать. Так, хорошо, здесь у нас что? Поделать отчетность. Это все фигня. Забастовка, перезагрузка сети. Я думаю, что пираты это вообще топчик. Давайте у этого товарища, что он здесь добывает у нас. Угу. И сколько сейчас стоит? Херню стоит. Гони мне воду. Ты здесь любишь водичку подобывать. А я люблю ее у тебя позабирать. Так, вы получили 9000 в качестве фраза. Почему только 9000? Ну, в принципе, и так сойдет. Мы и так окупимся тогда. Так, что самое дешевое сейчас? Самое дешевое у нас сейчас складской модуль. Ммм, на нас юзнули как? Забастовка в многих зданиях. Хреново. Ничего не поделать. Берем еще одно помещение. Затариваемся по максимуму. Я не могу понять, почему здесь указан только я. Желтым почему-то. И бирюзовым указан вообще левый тип. Да да ладно. Не столь важно. Так, сейчас забастовка пройдет, все будет нормально. Бобосик вернется в строй. Так, топливо втюхивай. Можем взять жилой модуль, еще один. Блэк-маркет из онлайн. Блэк-маркет из онлайн. Там все продается на потоке. У нас вообще еще пять зданий есть. Мы можем, по идее, по идее, сделать еще вот так. Сделать вот так. Так, что продается? Здание, которым требуется углерод, получает его из атмосферы. Так, мне кажется, или музыка орет. Музыка, не ори. Спасибо большое. Так, получает из атмосферы. У нас потребление углерода присутствует. Только один электронный завод у нас его использует. Ну это такое. Мягко говоря. Кстати, завод тоже еще один поставьте. Забирайте сами. Мне это счастье не надо. Хотя по-другому можно было бы украсть чье-то счастье, да? Почему нет? Меня челик опережает почти. Слушайте, 15-13. Челик хитер-бубер. Так, все продаем. Все продаем, что можно продать. По идее, сейчас будет, наверное, небольшое перенасыщение, но... Нам это на руку. Нам это на руку, потому что это чистейшие доходы. Так, 26 тысяч здесь, 26 тысяч здесь. Стали у нас нет, потому что мы ее продаем. Алюминия тоже нет. Алюминий дешевый, да? Так, есть такое. 16-14. Собаку, он пытается меня постоянно догонять. Зачем ты так делаешь? Зачем? Так, 20 тысяч, 22. Пятый день уже проходит к концу. Улучшает штаб до пятого уровня только, товарищ. Ты что-то это... Не там воюешь, видимо. Так, мы получили еще тонну бабла с товарищей. За их долги, точнее. Это меня, несомненно, радует. Так, 22 тысячи есть. Мы должны его в любом случае опередить. Сколько у нас уже? Доход 185 в неделю. Это хорошо. На орбитальном уровне это прям замечательно. Так, следующее самое дешевое здание 30К. Топливо к чертям. Воду чистую туда же. Все, мы его уже обгоняем на 5 единиц зданий, так что... Компания гораздо интереснее, чем обычные боевки. Я вам точно могу сказать. Гораздо-гораздо. Так, патент геотермальный склазан. У нас патентов нет вообще, поэтому... Не напрягаемся. Еще один клейм. Да мне не надо. У нас цель не выудить здесь кучу ресурсов. У нас цель максимально быстро выкупить все. Рабочих модулях нуждается колония. 35 стоит рабочий модуль, да? Продаем, продаем, продаем. 44 он стоит. Какой хир? А, он электросхема, штреп. Ничего, сейчас все будет. Берем модуль. 20-14. Добавить их рабочих модуль. Модули рабочие очень дорогие. Чтобы мы их вот так вот натяп-ляп могли сделать. Придется здесь ставить, тройничок у нас не получится. Ладно, давай. По потреблению нам всего хватает. Вот здесь тройничок получится. Сейчас попытаемся выйти в максимум по этим. Но я ни черта не гарантирую. Так, шестой день пошел. Шестой день подходит к концу. Пока что по стоимости акций мы в топчике. Они там патенты закупают, развиваются. А я такой, а нахер на то. Так, железо к черту, это к черту. О, бабло. Берем еще один модуль. Все, они больше не нуждаются в них. Этот челик купил 2 единицы. Да твою мать. Ремонтируйте срочно. Нам решили динамитом бомбануть электролис. Недопустимо. Так, самое дешевое сейчас. У нас сейчас подешевеет эта штука за счет производства. Да, 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 да. Давайте я готов еще один жилой модуль взять. Поехали. Так, что-то еще втюхать надо. Да, в принципе, я думаю, что нет. Топливо дешевое, вода тоже подешевела. Мы можем затариться водой на будущее, но... Такой себе вариант. Сейчас очень дорогая будет химия, потому что она нужна для апгрейдов. Какой понимаете... А хотя он дешевый, какая разница. Так, это оставляем, в общем. Что ты опять мне взрываешь? Неугомонный. Вам лишь бы бабки тратить, куда не надо. Я не буду на них отвлекаться, я и без них, собственно, вырасту. Дай боже. Я лучше буду затаривать максимум зданий. Так, последний день остался. Мы должны успеть, должны успеть, должны успеть. Так, здесь два продаем. 36к и 40 этих надо. Пытаемся выжить со всех мест. Но, по-моему, не успеем 36 набить. Пожелюсь-то, пожелюсь-то чуть-чуть надо. 32к. 32к. Продавайте все, что есть. Все, что есть, кроме вот... А хотя и это добро можно продать. Все, есть. Берем еще один модуль. Замечательно. Так, и что у нас по доходу? Пусть я не увидел. Так, оплаченные модули. 23 штуки. Обзоры. 8000. Главный источник дохода у нас была еда, естественно. Кто-то продавал химозу. Челик на еде, кстати, заработал больше, чем я. Расходовали мы больше всего. Да мы по чуть-чуть везде расходовали, но больше всего на кислород. Бивает. Этот товарищ как раз закупал у нас еду. И этот товарищ закупал у нас топливо, по всей видимости. Мы на топливе сколько подняли? 75к. И ты тоже производил топливо, да? Да. Мы вдвоем скинулись ему на топливо. Так, любимый вид диверсии. Этот диверсии вообще не юзал, мы юзали. Любимая цель. Илана Камат. А этот меня щемил. А, ну да, он же меня взорвал постоянно. У этого целей нет. Как вежливо. Так, по балансу у нас что? Наконец, у нас было 37 тысяч, у них было по 300, по 100к долгов. Грустно и печально, из-за этого у них акции не росли. Что ж поделать? Пакинк миссии. Так, вы являетесь мажоритарным акционером колонии Платосинай. Вы будете получать 57% ее стоимости каждую неделю. О, yeah. Это прям очень хорошо. Недельный доход колонии. 20к x 22 единицы населения. 23 модуля, 250к в неделю. Это прям супер гуд. Мне нравится. Так, новые возможности для расширения. Водяной насос или рудная шахта? Вы хотите получить бесплатный водяной насос или бесплатную рудную шахту после строительства вашего штаба в течение следующих двух недель? Я даже не знаю. Я даже не знаю. Дайте я прикину. Наверное, рудная шахта. Пусть будет. Пусть будет рудная шахта. Надо теперь затариться спецами по данному направлению. Иначе дело не будет ащем. Так, вторая неделя из четырех началась. Я думаю, что мы будем соваться на новое плато. Потому что на том мы укрепились. По стоимости акций мы, кстати, не на самом топе. Сен-Морена каким-то хером получил выше. Показатель. Пока мы воевали за плато Синай. Я получил 250 тысяч в месяц. Товарищи воевали за плато Солис. И одному из них он принес 144к в месяц. Но все равно до нас не дотянулись. В общем, ребятки, как вы понимаете, игрушка заточена на торговле экономики. Причем на жесткой конкуренции между рядом компаний. Поэтому, если вам это будет интересно, обязательно пишите об этом в комментариях. Либо же просто поставьте лайк под этим видео. И мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.